В эфире Минута Славы. Я приглашаю на сцену Вадима Черепанова. Город Рика. У меня два высших образования. В профессии я строитель и учитель физкультуры. И здесь очень важно в моей профессии всегда держать самому физическую форму, быть в хорошем настроении, чтобы показывать пример ребятам. На Минуте Славы за меня будут болеть все мои друзья, родственники, близкие, родные. Конечно же, жена Татьяна и дочка Машуля. Всем участникам Минута Славы я хочу пожелать воли к победе, силу духа. Никогда не унывайте, несмотря ни на что, идите только вперед. Мы, Бородейцы, как Бадима, в Асфальт, держись! Наш участник шел как-то по улице и увидел, как на земле сидит человек и рисует, быстро распыляя краской из баллончика. Наш талант захотел учиться такому же стилю рисования. Прошли годы, и теперь он может показать, чему он научился и каких успехов он добился. Вадим Черепанов, город Рига. Наш участник признался, что его прозвище Мастер, так как все, кто видит его работы, говорят, ну ты мастер. 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 Техника, при помощи которой рисует Вадим, уникальна и очень трудна, но усложняет создание рисунка невероятная скорость, с которой он работает. Говорят, что Вадим лучший из лучших. На ваших глазах сейчас рождается произведение изобразительного искусства. Этот жанр называется «спрей-пейнт», что значит «разбрызгивать краску». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вадим, это часы. Скорее же подарите их членам жюри. Друзья, они работают. Вадим Черепанов, город Рига. Ирина Александровна, кто ваш любимый художник? У меня очень много любимых художников, как много любимых композиторов. Вообще я дочь художника, поэтому все картины, классику всю я посмотрела еще в детском возрасте и прекрасно знаю цену искусству. К сожалению, на мне природа отдыхает в смысле изобразительного искусства. И поэтому то, что этот молодой человек вот за такое короткое время сделал такую работу, написал такую картину и еще оформил это как часы. И ведь это непростой сюжет. Вот где вы взяли этот сюжет? Откуда? Этот сюжет внутри родился. Я просто решил затронуть тему вечного, тему будущего и вечной темы. Вечная тема, да. Я вам говорю, что да. У вас есть настоящий вкус. Спасибо большое. Мне бы хотелось, чтобы вот мы видели, как вы работаете. Мы видели, чтобы это не лежало где-то под вами вот так и вы на столе рисовали, понимаете? Я не видел, как работает художник. Я видел, что он чем-то занялся и... Ну да, да. Спасибо большое. Вы знаете, трудно не подпасть под обаяние остальных членов жюри. Я вот как-то отмобилизую волю и постараюсь быть принципиальным. Я, в общем, я говорю нет, потому что... Нет, вы проходите зрительское голосование. Мой голос в этом случае ничего не решает, когда двое сказали да. Да, но это мой голос, и может быть этим я... Ну, я не знаю. Вам даю рекомендацию. Все-таки сейчас это разваливается на две части. Одно то, что что-то там колдуете вы, и другое то, что вот как-то выгибаются не очень здорово, на мой взгляд, эти ребята. А потом вы демонстрируете результат. Но это результат в конце. А что нам делать те там три минуты, которые вы этим заняты? Спасибо. А я думаю, что вот эти вот часы, вот вашу картину, надо посмотреть телезрителям, потому что голосование, в общем-то, за ними. Вот. А про поводу подтанцовки, я думаю, вот мне кажется, что это получился такой общий номер хороший. Вы еще и хороший артист, вы очень хороший мим, да, и очень здорово владеете своим телом. А мальчишки были прекрасные, на мой взгляд. Спасибо вам большое. Мы не знаем, но, уважаемые телезрители, видите вы это или нет, дело близится к зиме. А в нашей студии, как несколько недель назад, парит бабочка, она летает. Это значит, что у этого вечера прекрасного есть душа. И в этой студии сегодня собрались настоящие талантливые люди. Мы вас всех приветствуем, мы очень рады, что вы допущены до зрительского голосования. Спасибо большое. Это твои друзья? Да, друзья, самые лучшие друзья и коллеги. Переживали за него? Да, конечно, я как коллега обязательно его поддерживаю во всех его начинаниях. Он молодец, он двигается всегда вперед. У меня оказалось для меня полным шоком, что я увидел сегодня. Потому что 10 лет, когда мы назад с ним работали, он сбежал с Москвы. Потом узнаю, он попадает в какую-то жуткую аварию. И вдруг я увижу это. Это какой-то, ну как бы шаг к Богу, что ли. Какой-то какой-то путь, какое-то воскрешение. Это новый человек, который, видели, какая эклектика. Это круто, конечно, молодец.